Здравствуйте, уважаемые жители города Кыргызстан! Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, вообще, кто вообще, может быть, потерпевший есть, и вообще, не дай бог, конечно, чтобы кто-то был потерпевший. Я сейчас хочу сказать, что сегодня, 22 февраля 2022 года, состоялся приговор, был в суд, и приговор вынесли этого заключенного, это убийца жестокого чудовища, пожизненное. Я просто призываю всех, чтобы никто не молчал, Наталья тоже, Павловна, просит о тех, чтобы никто не молчал, не боялись, что у нас справедливые судьи, у нас справедливый прокурор, он вынес, то есть попросил правильное решение, справедливое, о пожизненном заключении этого чудовища. И наша справедливая судья, она также вынесла приговор, что он будет пожизненно судить, сидеть, таких надо наказывать, таких надо просто, вот так вот строго. Благодарю и судью, и прокурора, что они отнеслись к этой ситуации, к моей, с таким милосердием. Спасибо большое всем. Вот Наталья Павловна может что-то сказать. Также я хочу, я хочу большое-большую благодарность сказать нашему уважаемому прокурору Кеменского района, Джумагулову Улану Дюсутбековичу, также нашему уважаемому судью, Кутаевой, Мурие Букеновне, также о благодатуре Пробо, я чуть-чуть нервничаю, да. Хочу сказать большую благодарность, как депутат своего города, да, а также хочу большую благодарность им сказать от всего Кеменского района, от тех жителей Кемен, что все молились, а что все просили Всевышнего, чтобы мы добились справедливости. Я также хочу попросить наше уважаемое правительство за то, чтобы вынесли в 2022 году закон, чтобы всех насильников и убийц садили на пожизненное. Также я хочу попросить, чтобы все наши судьи Кыргызстана и прокуроры Кыргызстана, да, чтобы все выносили справедливые по закону, честные, справедливые решения судов, да, чтобы все были убийцы и насильники наказаны. Субтитры создавал DimaTorzok